Евгешка, что, страшно? Загнали, короче, Евгешку на фронтальник. Сейчас она в нейтральном? Да, она в нейтралке, это робот. Давай! Всем привет! Обзор на фронтальный погрузчик. А почему, собственно, нет? Начнем серию обзоров на спецтехнику. Именно с этого. Но он такой большой, хотя можно было, в принципе, взять чего-нибудь поменьше сначала. Но он просто впечатлил своими размерами. 855 аж от Lugon. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, во-первых, это не самый большой погрузчик у Lugon. Технинга 855H, это 5-тонник, используется как в строительстве на стройплощадках, так и в дорожных работах, в сельском хозяйстве, в горнодобывающей промышленности. И область применения его очень широка. Он считается очень надежным, высокоэффективным и легким в обслуживании погрузчиком. Давайте с этой техникой познакомимся поближе, заглянем в двигатель, в кабину, в общем, даже поуправляем немножко. Ну, начнем с рабочей руки. Ковш объемом 5 тонн или 3 куба. Сама стрела, ковш может поднимать на высоту 2 метра 92 сантиметра. А сама машина, вес самой машины составляет 16 тонн, почти 17, 16700 килограмм. Ну и раз уж пошли по габаритам, длина с опущенным ковшом этой машины составляет 7 метров 90 сантиметров. Ширина по шинам 2 метра 75 сантиметров. Колесная база составляет 3 метра 25 сантиметров, а клиренс у 855-го 485 миллиметров. Но так как машина сама большая, то и радиус поворота составляет 6 метров 50 сантиметров. Давайте теперь заглянем под капот, посмотрим, что за двигатель стоит. Че, откроем капот, да посмотрим, что там за аппаратура стоит. Капот, конечно, большой и тяжелый. Сейчас попросим открыть, посмотрим. Примерно вот так открывается. Капот из углепластика, не из металла, поэтому он, ну, не совсем такой тяжелый. Если бы он был металлический, конечно, он был бы неподъемный. Есть вот такой шнур для удобства, чтобы закрыть. Смотрите, на исполинские размеры радиатора мотор 9,2 литра, соответственно, охлаждаться должен. Ну, и работает при нагрузках. Видим, впереди радиатор кондиционера, за ним основной радиатор. Толщина его, ну, примерно вот так вот можете увидеть толщину. Есть еще радиатор для гидравлики, охлаждения. Так, ну и, в общем, про сам двигатель. Ну, тут обслуживать только можно залезть на капот или сбоку. Вот мы сейчас залезли на бампер передний. Это противовес. А, задний бампер противовес, да. Сори за ошибочку. В общем, видим, что это Cummins на 9,2 литра. Модель двигателя у нас 6LT9.3. Это американский двигатель. Китайцы не стали заморачиваться, придумывать какой-то велосипед. Просто купили американские движки и начали вставлять в свою технику. Также видим здесь механическую аппаратуру топливную, что, в принципе, тоже неплохо для наших регионов, для Казахстана, потому что топливо дизельное у нас очень плохого качества. Снизу, сейчас спущусь, покажу, стоит фильтр-сепаратор для отделения влаги. Такого тоже большой, немаленький. Там стоит еще один топливный фильтр, белый. Так, по двигателю, значит, полная мощность двигателя составляет 162 кВт, 220 лошадиных сил при 2200 оборотах с крутящим моментом 890 ньютон на метр. Оснащен двигатель турбонагнетателем. Двигатели серии L как раз были созданы Каменсом для горнодобывающей промышленности, для больших таких вот тракторов, погрузчиков. И, собственно, ему тут прям вот комфортно стоится, он прям то, что нужно. Очень надежный двигатель, именно с механической топливной системой. Коробка, значит, здесь тоже производство Китай. Кстати, с этой модели у Lugongo начинается именно комплектация с импортными запчастями. Здесь хоть и стоит китайская коробка, но опционально можно поставить немецкую ZF. Они также комплектуются, а все, что выше 855 уже стоит с коробками ZF. Также и мосты. Мосты здесь китайские, но есть и импортного производства. Коробка стоит планетарная, то есть автоматическая, с тремя скоростями. Две скорости вперед и одна скорость назад. Шины, конечно, большие. Ну, соответственно, техника работает при дорожном строительстве, или в горной местности, там, где-нибудь в сельской местности. Размер шин в дюймах 23,5 на 25. Шина стоит для общестроительных работ. Как видите, тут протектор-волна. Протекторы есть другие, V-образные там, в общем, для... Смотря, зависит от какого, на каких покрытиях будет работать техника, такую шину можно сюда поставить. Тип шины L3. L3 это прочно считается шина. С модификацией L1 это для горных работ. Шина будет армирована большим количеством корда по бокам для лучшей протекции. Но L3 считается как общестроительная. В принципе, подойдет для дорожных работ, там, на строительных площадках и в сельском хозяйстве. Теперь по скорости движения. Двигатель разгоняет 17-тонную машину вперед до 39,5 км в час, а назад скорость составляет 16,5 км в час. Вот здесь в противовесе спрятан аккумулятор. Там мы его видим. Вот он стоит. Также есть выключатель массы, прям возле аккумулятора, который выключается, когда техника стоит. Закрывается все вот такой вот крышкой и на замок. Так, теперь про тормозную систему. Она здесь дисковая. На сухих дисках вот так вот можно будет увидеть размеры этого диска. Двухконтурная, пневматическая. Видите, какого размера колодки стоят. И, в общем, на всех четырех колесах вот такие. Русник механический. Вот здесь мы видим сочленение. Сам шарнир, где сочленяются две полурамы. И сверху стоит карданный вал, передающий на переднюю ось. И муфта. Кардан, смотрите, тоже немаленький такой, большой. Что самое удобное, что здесь все, в принципе, открыто. То есть для ремонта очень удобно. Везде можно подлезть. Нету нигде никаких мест, куда бы механик не смог бы залезть и исправить что-то, что вышло из строя. Собственно, поворачивает он с помощью вот этих двух гидроцилиндров, которые с двух сторон стоят. При складывании, точнее, при всасывании штока гидроцилиндра, передняя полурама уходит влево или вправо. В общем, он складывается напополам. Сверху тоже стоит шарнир поменьше. То есть два шарнира. Один большой, снизу несущий. Второй сверху шарнир идет. И, получается, передняя полурама у нас несущая стрелу. Задняя полурама кабину, двигатель, коробку и все остальное. Смотрите еще, в чем плюс. У многих фронтальных погрузчиков китайского производства сам кардан стоит снизу рамы. Что не очень хорошо при работе в карьерах. Можно его зацепить там торчащим камнем, не знаю, повредить и техника выйдет из строя. Здесь они, Люгонг, сделали, что сама рама защищает кардан. Плюс в муфте стоит два подшипника. Что делает надежнее эту технику. Потому что у других производителей обычно по одному подшипнику. Теперь про саму гидравлику. Здесь стоит два насоса с разгрузкой на 18 кПа. Вот с правой стороны мы видим сам бак заливной для гидравлической жидкости. А здесь ее 160 литров. Как видим, вот тут видно количество жидкости гидравлической. 160 литров. Кто там жаловался, что у него в Лексусе или в машине 4 литра моторного масла. Сейчас чуть-чуть параметры скажу, офигеете. Моторного масла здесь 22 литра. Охлаждающей жидкости 42 литра. В коробку заливается 45 литров трансмиссионной жидкости. И в каждый мост еще по 33 литра жидкости. Так что там можете не жаловаться, что у вас в машине прям столько жидкости. И это дорого стоит. А топливный бак составляет объемом 300 литров. Расход, кстати, у данной техники измеряется в работа часах. Расход у этой техники в среднем 25-30 литров за смену. То есть за 8 часов работы. Вот такой вот большой бак. Заливается сверху топлива. Вверху стоит цилиндр, который управляет ковшом. И здесь два цилиндра, которые поднимают саму стрелу. В технике стоит делитель, который распределяет гидравлическую жидкость. В принципе, поэтому здесь именно 160 литров. Есть техника, в которой нет делителя. Там 250 литров гидрожидкости. Ну, теперь поднимемся в кабину. Посмотрим на органы управления. И вообще посадочное место оператора. Высота тут, наверное, метр... Метр шестьдесят, да? Примерно. Опа! Вот такой обзор сверху. Так, сиденье у нас премиум класса. Как они там? Граммер, да? Сиденье граммер, премиум класса. Сидеть, да, удобно. Ну и видите обзор. Обзор у нас 309 градусов в кабине. Есть подогрев заднего стекла. Рулевое управление, две педали. Рычаг управления ковшом. Вентиляция. Также установлены климат-контроль, кондиционер. Кабина обешумлена. А, вот магнитола у нас, люгонка, а колонки JBL стоят. Можно подключить USB. В общем-то, комфортно. Сидеть. Кабина очень удобная. Обешумка. Теплоизоляция есть. Гидроизоляция. Можно открыть форточку. Вот так вот. Да, еще в положении, еще, еще несколько положений. Отлично. Все новое. Освещение в салоне, наверное. Ну не будем тыкать. Сейчас что-нибудь как нажмем. Так, что еще из органов управления? Сигнал, фары-поворотники, фары-фары, аварийки. Сигнал даже есть. Здесь у нас рычаг переключения коробкой передач. Как видим, F1, F2 это две передней скорости. Нейтралка и R назад. Кстати, очень похожий на робота, потому что нету паркинга. Интересно. Ну, планетарный. Планетарная коробка. Так, ключ у нас вставляется вот здесь. Сейчас мы найдем какой. Наверное, вот этот. Да. Здесь прикуриватель снизу. Ну, я думаю, что он не очень удобно расположен. Хотя, в принципе, раз, прикурил и обратно воткнул. Пепельницы не вижу, подстаканников не вижу. А, нет, подстаканники есть. Вот он. Надо же. Опа, и сюда можно поставить кофе, напиток. Очень удобно. Обычная на вахте термос. Ну, или термос, да. Как мне тут подсказывают. Подлокотник. Сзади тоже открывается стекло. Есть все, только нету туалета. Туалета? Ну, туалет можно выйти, да. А так. Рулевая колонка у нас регулируется. Можно вот здесь вот на педальку нажать и подвигать ее на себя, от себя. Вылета, к сожалению, нету, но есть наклон. Также и сидение тоже двигается вперед-назад вместе с рычагом, с джойстиком. Кстати, есть другая комплектация, где не рычаг, не джойстик, а рычаг, наоборот. Она немножко дешевле стоит, чем с джойстиком. Но джойстиком управлять удобнее. Ну, в принципе, кому как, кто привык. Но с джойстиком комплектация стоит немного дороже. На задней стенке за сидением стоит блок предохранителей влагозащищенный. Смотрите. Все так аккуратно, красиво. А с другой стороны есть бардачок, в который можно что-нибудь положить сзади. Зеркало заднего вида. Также огромные зеркала боковые есть. И шторка солнцезащитная. Чтобы не светило в глаза. Ну что, попробуем управлять этой тяжелой техникой. Честно говоря, первый раз мне объяснили все, показали, как это делается. Руки трясутся. В общем, погнали, что-нибудь попробуем. Вообще, короче, убегаем отсюда. Так, что, заводим. Главное, чтобы он, когда заводить начал, не поехал. Вроде нейтралка стоит. Там потому что мой автомобиль, я думаю, удар ковша мой автомобиль точно не выдержит. В общем, погнали. Чувствуется прям мощность. Тут как на автомобиле тормоз, у нас слева газ вправо. Ну и про рулевое управление, как я говорил. То есть вертим влево. Как видите, он как гусеница складывается. Гидравлика прям такая. Вот одним пальцем можно, реально. Такая огромная техника. 17 тонн одним пальцем поворачиваешь. Здесь у нас рычаг управления ковшом. Вниз опускается. Также вверх. А влево-вправо у нас работает сам ковш. Подъем. Опускание. Попробуем тронуться. Это мой задний потолок? А он видит дему. Попробуем тронуться. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Че, как ощущения? Ты ковшом себе весь обзор закрыл. Блин, вообще ноги трясутся вообще. Первый раз такую тему управлять. Не, прикольно на самом деле. Чувствуешь такую мощь прям под собой огромную, но тем самым управляешь и просто одним пальцем как бы... Ну, ощущения такие необычные. Как видите, в ковше поместится меня штук 15 примерно. Теперь поговорим про цену. Цена. Есть две комплектации. На рычагах и на джойстике. На джойстике он чуть дороже будет. 21 миллион 60 тысяч тенге. Ну, а на рычагах чуть дешевле. 19 миллионов 890 тысяч тенге. Вот такой необычный опыт я сегодня получил. Это первый опыт. Будет еще много техники. Официальным дилером данной техники на территории Казахстана является НКБ Групп. Все ссылочки, телефоны в описании оставлю, как обычно. Проходите, смотрите. У них есть сайт nkbgroup.kz. Там очень много разной техники. Также от канала, если вы приходите, говорите, что вы с канала руки в масле, будет приятный для вас бонус. А в следующий раз мы для вас снимем, как вы и просили, экскаватор-погрузчик компании Любонг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Евгешка, что, страшно? Сейчас... Загнали, короче, Евгешку на фронтальник. Шок-контент видео. Только Лексус мной не снеси. Да, сейчас мы его выдущили. Что там делать? Вперед, назад. Вперед. Евгешка, скоро на самолете, наверное, будет. Следующее видео, Boeing 747, Евгешка, за рулем, да? Да, с тобой на чем угодно. Заводи! Она же пододвигается, да? Да. Ну, маленьких операторов не бывает. Сейчас она в нейтралке? Да, она в нейтралке, это робот. Давай. Ручник! Ни хрена не слышно. Ты слышишь? Так же, как на машине. Тормоз, газ. Сейчас, сейчас, стой, стой. Аж, стой, стой, лезь в кабину, покажи один друг. А то я лучше не поможет, вылезай. Евгешка чуть-чуть боится. Сейчас ей покажет, как. Стой! 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 Вот такой большой техникой даже хрупкая девушка может управлять, потому что все легко, все на гидравлике. Теперь она сама. Играет музыка. На второй круг пошла, понравилось. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Походу ей да, понравилось. Все, она теперь оттуда не слезет. Продолжение следует... Продолжение следует...